В четвертом часу утра иномарка врезалась в столб. Ниссан АД ехал по Шелеста в сторону Воронежского шоссе. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где машина врезалась в столб уличного освещения. Ударом машину отбросила на дорогу. Она закрутилась волчком и остановилась, перегородив половину проезжей части. Водителя Ниссана заметно шатало, у него заплетался язык. От мужчины пахло спиртным. Но причиной происшествия он назвал внезапно возникшую неисправность автомобиля. Сколько у вас пассажиров было? Третьего. Как их состояние? Отлично. За рулём универсала сидел таксист. Ниссан он приобрёл совсем недавно на условиях аренды с последующим выкупом. Основную часть суммы за уже разбитую машину ему только предстоит оплатить. Люди, которые находились в салоне автомобиля, не были клиентами шофёра. Это его друзья, которые рассказали, что водитель вместе с ними выпивал, а потом вызвался развести их по домам. При бывших автоинспекторов таксист уверял, что он совершенно трезв. При этом совсем по-детски пытался обмануть алкотестер. Мужчина старался дунуть в трубочку так, чтобы прибор не распознал паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ну посильнее дуньте. Дуньте посильнее. А зачем? Дуньте посильнее, слушайте, как ищет. Да. Посильнее дуньте. Таким образом, автомобилист испытывал терпение автоинспектора почти 10 минут. Так и не добившись от мужчины достаточного для замера выдоха, полицейский предложил таксисту поехать для свидетельствования в стационар. Шофёр согласился. С места происшествия Полина Хромцова, Михаил Сергеев и Алексей Овчинов.